Я хочу вас поприветствовать словами апостола Петра, который в свое время оставил нам на страницах Священного Писания. Благодать и мир вам доумножится в познании Господа нашего Иисуса Христа. Дорогая Церковь, мир вам! Я хочу передать вам привет из Белоруссии, из города Бобруйска, от нашей небольшой, конечно, у нас община небольшая, у нас люди в общине с народом израильского, евреи, большинство из них, поэтому от нашей небольшой общины вам всем сердечный привет. Слава Господу! Я так внимательно сегодня сидел на этом месте и слушал, смотрел на вас, и вы знаете, мое сердце радуется, что несмотря на вашу занятость, на ваши труды, на ваше усердие, на работы, которыми вы заняты, рано вставать, но вы приезжаете сюда, привозите своих детей. Слава Господу! Будет вам за это награда от Господа. Пусть вас Бог в этом благословит. Приятно видеть, когда эти молодые люди поют. В свое время и мои, когда детки были еще не замужем, все, и когда они выходят петь, славить Бога, то сердце отца и матери, оно от радости благодарит Бога. Слава Господу! Пусть вас Бог благословит, чтобы, как написано, брат говорил, «Я и дом мой служили нашему Господу». Я вкратце хочу немножко порассуждать на тему, что ты видишь. Вы знаете, живя на этой земле, мы сталкиваемся с разными реалиями нашей жизни. Сталкиваемся, видим хорошее, видим доброе, видим прекрасное, видим плохое, «Но что ты видишь сегодня?» Я прочитаю вначале несколько мест Священного Писания, которые записаны в Еремии, первая глава. Такие слова. Одиннадцатый стих. «И было ко мне слово Господне. Что ты видишь, Еремия? Я сказал, вижу жезл миндального дерева. Господь сказал мне, ты верно видишь». Второе место Писания – это книга пророка Амоса, седьмая глава, восьмой стих. Даже седьмой стих. «Такое видение открыл Он мне. Вот Господь стоял на отвесной стене, и в руке у Него свинцовый отвес. И сказал мне Господь, что ты видишь, Амос?» «Я отвечал, отвес. И сказал мне, вот положу отвес среди народа моего Израиля». Вот такие два откровения данны были пророкам Господним, и был задан вопрос, что видишь ты? Что видишь ты? Сегодня братья, которые здесь проповедовали, они также об этом напоминали. В свое время апостол Павел пришел в Афины, и, проходя и осматривая, как он сказал, святыни их, святыни людей, он что-то обратил внимание на что-то и увидел. Там был один из памятников, на котором написано, неведомому Богу, слава Богу нашему. Кто-то, живя на этой земле, видит идола. Кто-то, живя на этой земле, видит грех, видит беззаконие. Но кто-то, живя на этой земле, среди этого мира греха, смотрит и видит славу Божию. Я иногда, выезжая на природу, или проезжая по дороге, смотрю на эти деревья и говорю, «Господи, как чудно Ты сотворил!» У нас есть высокие здания, я думаю, и у вас есть. И представьте себе, чтобы эти здания обслужить, подать воду, подать свет, сколько нужно насосов, сколько нужно станций, сколько нужно техники и тому подобное. Но посмотрите на славу Божию. Он поставил дерево. И бывает деревья высокие, 50 метров, 100 метров. Никакой насос не нужен ему. Там Божий стоит насос. Из этой земли поступает влага до самой макушки и питает листики. Слава Богу нашему! Давид говорит, «Я всегда видел пред Собой Господа. Я видел Его славу. Я видел Его величие. Я видел Его силу». И Бог задает вопрос, «Что сегодня видишь ты?» Однажды в Едемском саду произошла такая картина. Бог проговорил к Адаму, создав Его и дал Ему такую заповедь, «Адам, от всех деревьев в саду ты можешь есть. Но вот есть одно дерево, дерево познания, добра и зла, от него не вкушай». Но прошло время. И это время, я думаю, было оно небольшое время. Подошел искуситель к Еве, и ей что-то показал. И показал ей этот плод. И обратите внимание, что Он сказал. Такие слова. «Нет, не умрете». Она говорит, «Господь сказал, что мы умрем, нельзя вкушать». Он меняет этот фокус и показывает этот плод. И написано, «Жена увидела дерево». В этом дереве она увидела, что оно пригодно для пищи и приятно для глаз. Молодые люди, отцы и матеря, что сегодня приятно для нас с вами? Какой сегодня плод приятен нам? Что приятно нашим очам, нашему зрению? Бог сегодня задает этот вопрос. Ева увидела. Ее фокус был смешен на этот плод. И он стал ей приятен. После этого, написано, она взяла этот плод, вкусила, и открылись ее глаза. Открылись другие глаза. Открылось другое состояние. Пришла смерть. Брата и сестра, что сегодня видишь ты, живя на этой земле? Бог задает этот вопрос, и Он спрашивает тебя, на что настроен твой фокус? Давид, проходя этой земной дорогой, многое видел. Он говорит такие слова. Межи мои прошли по прекрасным местам. Межи мои прошли по прекрасным местам. И если так внимательно исследовать Священное Писание, исследовать жизнь Давида, исследовать эти межи, эти тропы, по которым ходил Давид, они были полны скорбей. полны горостей. Но в них просматривается упование Давида, возложенное на Бога Живого. Слава нашему Господу! Братья и сестры, да поможет нам Господь, чтобы нашим упованием, нашей жизнью был Сам Бог. У книги Псалмов написаны в 36 главе такие слова. «Утешайся Господом», «Утешайся Господом», и Он исполнит желание сердца Твоего. Бог хочет, чтобы мы в Нем находили это утешение, чтобы наши взоры, наши очи смотрели туда, к небесам. Как часто мы поднимаем очи свои к небесам. Вся наша жизнь, повседневная жизнь, хождение наше, наш взор на землю. Чтобы нам не спотыкнуться, чтобы нам не упасть, чтобы нам не повредить себя, мы смотрим вниз. Но Господь желает, чтобы мы очи свои подняли туда, к небесам. Сегодня один из братьев напоминал о том, что люди и шли в Ерехон. Люди уходили из Иерусалима и шли в Ерехон. Я вспоминаю один пример священного Писания, где в свое время в Израиль пришел голод, пришло испытание, пришла трудность. И вот одна семья собирается Емелех на Еминь и их сыновья и говорят, пойдем в землю Моавицкую. Их взор был направлен от Израиля. Их взор был направлен в землю Моавицкую. И написано, они собрали имущество свое, собрали имение свое и пошли в землю Моавицкую. Но прошло время. Смотрите, как быстро это все растаяло. Умирает муж, сыновья женятся, проходит еще маленькое время, умирает один сын, умирает другой сын. И остается Наиминь с двумя своими невестками. И вот в этот момент, в тяжелый период жизни своей, до ее слуха подошло, что Бог посетил свой народ. Слава Господу! И она принимает решение в сердце своем. Вернусь я на родину свою, в землю свою. И обратите внимание, придя в землю Моавицкую, обращая туда взоры, они потеряли все. Она потеряла, как мать, все. Мужа потеряла, сыновей потеряла, все потеряла. И кажется, осталась одна старость, как ее дожить. Но когда она приняла решение снова вернуться в землю Израилю, Господь видел ее, слава Господу! И Господь благословил ее такой невесткой, которая сказала Наиминь, твой Бог будет моим Богом, и твой народ будет моим народом. И через это поколение Бог дал благословение, продлился род, который привел нас к Иисусу Христу, слава Богу нашему. Поэтому пусть Бог поможет нам, пусть Господь даст нам силы, чтобы мы свои зоры направляли к небесам, не только к земному Иерусалиму, но чтобы наш зор от этого земного Иерусалима был направлен на небесный Иерусалим, о котором сказано художник и строитель сам Бог. Итак, что мы видим в своей жизни? Я приведу еще один пример из жизни народа израильского. Однажды Моисей посылает двенадцать человек, которые должны были осмотреть землю Израилю, будущую землю Израилеву. И вот они пошли, и вот они пришли в эту землю, взяли плоды, посмотрели города, посмотрели на людей, и обратите внимание, перед взором одних стояли великаны, перед взором одних стояли крепкие стены неприступные, а перед взором других было благословение. Они видели Господа, они говорили, что Господь с нами, не бойтесь, мы пойдем, мы завладеем этой землей. Но тот, кто видел великана, тот, кто видел людей высокорослых, они вселяли страх, и написано, кости их пали где? В пустыне. До обетованной земли они не дошли. Помоги Господи каждому из нас, проходя этой тропой, проходя этими долинами, как проходил Давид, о которых он говорит, тропы межи мои прошли по прекрасным местам, эти горы, эти пещеры, в которых он пратался, убегая от Саула, спасая жизнь свою, даже от сына своего, но видел Господа, упованием его был Господь. И путь был пройден до конца. Слава Богу нашему, братья и сестры, это очень важно положить в свое сердце и так пройти этот путь. Я хочу еще один пример привести с Давидом. Вспомните момент, когда этот юный юноша еще пришел в этот стан, где была битва с этими филистимлянами, и там вышел один человек, который всего лишь поносил воинство Бога, поносил Господа, оскорблял, и сердце Давида, оно вострепетало. Он видел, что этот человек не прав пред Богом, с ним Бога нет, и перед ним у Давида не было страха, израильтяне все убегали, израильтяне пратались, израильтяне не могли противостоять, потому что Бога с ними не было. Но когда вышел Давид, который любил Бога, который служил Богу, который преданным сердцем посвящен был Богу, он взял несколько камней и пошел навстречу этому человеку, и написано, и поразил его. Слава Господу, брат и сестра, сегодня Бог хочет наполнить сердце твое верою в живого Бога, не только в того, который пришел в этот мир и родился, не только в того, который оставил учение апостолам и сегодня нам, не только того, который умер и воскрес, но и вознесся, и сегодня тебя и меня ожидает утомленного путника этой земли. Благослови вас Господь, и помоги вам, чтобы вашим и моим упованием был этот небесный Иерусалим, которого является художник и строитель Бог. Ему за все слава. Аминь. Иерусалим. Иерусалим.